Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Сегодня наша очередная встреча в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». За последние месяцы в областной столице Верхнего Ужья появились светофоры с непривычной для горожан системой работы. Повлияло ли это нововведение на состояние аварийности в Твери? Что изменится в инфраструктуре города для повышения безопасности всех участников дорожного движения? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня в программе «Тема дня» на радио Монте-Карло. Мои собеседники. Игорь Николаевич Новожилов, заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Здравствуйте, Игорь Николаевич! Здравствуйте! И заместитель начальника отдела содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения администрации города Твери Вячеслав Сергеевич Конопатов. Вячеслав, добрый день! Здравствуйте! Игорь, я хотела бы поговорить вначале с вами о состоянии дорог в областной столице в эти дни, когда выпал снег, да? Уже прошли так называемые ледяные дожди, состояние дорог ухудшилось, да? И к чему нужно быть готовым участникам дорожного движения? Да, Ирин, действительно, в последние дни уже у нас начинается обильное выпадение осадков, поэтому я хотел бы обратиться к участникам дорожного движения и проинформировать их, что госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение требований безопасности скоростного режима. Необходимо помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении манёвров на дороге, в непогоду, во время снегопада снижать скоростной режим до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Я, наверное, хочу сказать, что особенно вот эти ваши пожелания относятся к молодым водителям, да, которые ещё не привыкли, может быть, для кого-то это зима, первый опыт вождения в экстремальных условиях. Да, действительно, у нас молодые водители достаточно часто попадают в дорожно-транспортное происшествие из-за недостаточного опыта вождения, особенно те, кто обучался в летний период, а сейчас наступила зима, и навыков вождения как таковых у них нет. Ещё что хотел бы водителям сказать. Следует быть предельно внимательным водителям при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен. Пешеход может идти в капюшоне или в каком-то другом накидном устройстве, а если дождь пойдёт сейчас, то и зонтики у нас не исключены. Поэтому данные, как бы говорят, элементы одежды могут привести к дорожно-транспортному происшествию. Немаловажным, считаю, является безопасное движение транспортных средств в данное время года по мостовым сооружениям наших улиц, когда температура окружающего воздуха опускается ниже нуля, как правило, сегодня у нас последние дни ниже нуля, в ночной период, а в дневной мы видим небольшой плюс. Одно из предпосылок совершения таких ДТП является образование гололёда на покрытии пролётных строений мостов и путепроводов. Да, там наиболее часто возникает, даже если в городе кажется, что всё вроде чисто, не скользко, то именно путепровод и мост – это опасные сооружения. Да, поэтому я… Из-за чего это происходит? Мост через водную преграду проходит, поэтому оттуда у нас ещё не замёрзший лёд, не встал на реках, поэтому идёт тепло, как правило, или ветер у нас дует, поэтому образуется гололёд. Поэтому следует соблюдать особую осторожность, не превышать скоростной режим и выполнять все требования дорожных знаков и разметки. Ещё что хотел бы про пешеходов сказать. Сегодня ведь тема дня у нас – пешеходы, безопасность пешеходов, поэтому в таких погодных условиях пешеходам также следует соблюдать нормы безопасности поведения на дороге, быть максимально бдительных в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель видит вас и пропускает. Вот уважаемые участники дорожного движения, вот пешеходы, прошу вот на это обратить внимание особенно, убедитесь, то что вам водитель транспортного средства уступает дорогу. Не то, что как человек, вот он идёт, не снижая скорости, он идёт по тротуару, потом сворачивает, несмотря по сторонам, идёт, типа меня пропустят. Я на пешеходном переходе, но ведь часто бывает не так, что именно на пешеходных переходах избивают людей. Да, Ирина, такое бывает, поэтому мы чуть позже поговорим о статистике таких дорожно-транспортных происшествий, сколько у нас их фиксируется в городе, поэтому это будет чуть позже. А ещё хотел бы на что и обратить внимание пешеходов. Это отдавать предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами. Ведь сегодня темнеет рано, световой день сокращён, поэтому ему очень важно иметь световозвращающие элементы для того, чтобы пешеход был виден на дороге. Помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, особенно в условиях гололёда, значительно увеличивается. Ой, если уж, коль мы поговорим о тормозном пути, совет, наверное, для тех, кто ещё не сделал автовладельцы, поменять резину, да? Это зимние шины. Да, кто, конечно, ещё не поменял, надо это сделать в самое ближайшее время. Наверное, даже исключить транспортное средство с летней резиной на выезду на дороге общего пользования. Ещё госавтоинспекция обращает внимание, что ежегодно при смене погоды наблюдается резкое увеличение числа мелких дорожно-транспортных происшествий, в которых не страдают люди, но получают повреждения автомобилей. Такие автоаварии, как правило, приводят у нас к образованию транспортных заторов. А причина таких ДТП – невнимательность водителей, их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях. Ведь когда происходит мелкое дорожно-транспортное происшествие, в которых участники дорожного движения причиняют материальный ущерб, и своевременно в условиях снегопада нельзя ликвидировать последствия данной ситуации, снег идёт, и на прокрытии проезжей части образуется либо накат, либо рыхлый снег большой толщиной. Сотрудники госавтоинспекции настоятельно советуют водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения. От этого напрямую зависит их жизнь и здоровье. Как говорится, правила дорожного движения написаны кровью. Да, да, мы всегда, к сожалению, об этом говорим. Вот я хотела тоже обратиться. Мы здесь не занимаемся норовоучением. Мы советуем, мы хотим обезопасить жителей нашего региона, да? Потому что же статистика очень печальная. Очень печальная, да, Ирина. И что ещё хотел бы обратить внимание своё, это все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дорогу, могут круглосуточно обращаться за помощью подразделения госавтоинспекции. Телефон, все знают, 02. То есть 02 вы звоните, по любым проблемам вас соединят с нужным подразделением, да? Что с вами произошло? Да. Итак, мы затронули тему безопасности на дорогах, безопасности пешеходов. В сущности, мы об этом говорим всегда в наших программах. У меня вопрос к представителю городской администрации Вячеслав Сергеевич. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях заместитель начальника отдела содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения администрации города Твери Вячеслав Конопатов. Вячеслав, сколько светофорных объектов вообще сейчас установлено на дорогах столицы Верхнего Ужья? Всего на данный момент в городе установлено порядка 120 светофорных объектов. 120 – это увеличение. Как происходит? Вот в этом году как-то как часто появляются новые светофоры? И мы сегодня говорим о работе, так сказать, светофоров нового поколения. Ну, вообще мероприятие по установке и по модернизации светофоров производится каждый год. Что касается 2020 года, то в этом году были произведены работы по модернизации пяти светофорных объектов. Что касается установки новых, установлено 10 новых светофорных объектов. 10 новых светофоров и модернизация – это разные вещи? Да, модернизация и установка – это разные вещи. Модернизация – это прежде всего на данный момент оборудование светофоров дополнительными стрелками, чтобы разделять пешеходные и транспортные потоки, чтобы разделять встречные транспортные потоки, что требует нормативная база в части дорожного хозяйства. Ну, а также в первую очередь для безопасности всех участников дорожного движения делается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня». С вами Ирина Чекунова, а в гостях у меня Игорь Новожилов, заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области, и Вячеслав Конопатов, заместитель начальника отдела содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения администрации города Твери. Говорим о технической оснащенности областной столицы для безопасности у всех участников дорожного движения. Итак, до перерыва мы говорили о установке новых светофоров и модернизации старых. Вот новые светофоры. Что они сейчас из себя представляют? У нас 10 новых светофоров, да, Вячеслав, вы говорили, в этом году поставлено или всего? В этом году 10 светофоров было установлено. На каких участках они стоят и как вы рассчитываете, где необходима установка нового светофорного объекта? Вообще решение по установке светофорных объектов принимается коллегиально на совещаниях на городских комиссиях по безопасности дорожного движения с участием представителей ГИБДД по городу Твери с учетом анализа очагов аварийности. Всего в городе у нас на данный момент 26 очагов аварийности. Это где наиболее часто, да, происходит? Где наиболее часто, да, происходит дорожно-транспортное происшествие. И в этом году, в частности, у нас на 10 объектах, где непосредственно присутствуют очаги аварийности, на 10 объектах уличной дорожной сети произведены работы по модернизации, по установке светофоров. Так, давайте мы сразу поясним жителям региона, как это влияет на безопасность, в чем называется фишка? Ирина, наверное, я на этот вопрос отвечу. Действительно, у нас на многополосных дорогах пешеходные переходы, те, которые расположены на участках дорог 4 и были более полос, а у нас такие и 6 полос есть, пешеходу переходить небезопасно. То есть водители, двигающиеся по крайней правой полосе, могут ограничивать обзор водителям, которые двигаются по левой полосе. Поэтому, а культуру вождения нам, как говорится, всегда нужно повышать. Мы считаем, я это хочу, Игорь, поправить, да? Мы за это бьемся уже, наверное, лет 10, да? Говорим о культуре вождения, но стали постепенно люди привыкать. Да, постепенно идет процесс, конечно, к этому, но, тем не менее, ситуация остается достаточно сложная у нас. И в целях безопасности, то есть чтобы водители явно видели, что здесь переход сейчас запрещен, горит красный сигнал, со всех сторон устанавливаются светофорные объекты. Красный со всех сторон? Ну, чтобы водители видели, это со всех сторон. Справа основной, слева дублирующий и над проезжей частью у нас должен гореть красный, чтобы отчетливо видно. Более того, это не выдумка, как говорится, госавтоинспекции совместно с владельцами автодорог, а это требование национального стандарта у нас, которое является обязательным. На дорогах, имеющих 4 и более полос для движения, должны быть установлены светофорные объекты. Именно вот такие светофоры? Да, вызывного типа. А, вызывного. Вызывного типа. То есть пешеход подошел, нажал кнопочку и может перейти. Потому что не всегда, да, бывают, там пешеходы скапливаются, если, допустим, там, может быть, полчаса там никого и не быть, да? Конечно. И тут вдруг зачем устанавливать светофоры, если там немного людей? Да, здесь еще хотел бы на что и обратить внимание, что, как правило, устраивается задержка в загорании зеленого сигнала светофора. То есть, о чем я говорю. Пешеход, перешел один пешеход, далее следующий пешеход идет, он нажимает кнопку, а у него какое-то время, таймер установлен для того, чтобы было время проехать транспортным средством, а дальше уже пешеходу перейти, чтобы задержек, заторовых ситуаций не создавалось для транспорта. Вот так мы совместно с владельцами дорог, с администрацией города двери пытаемся настроить светофоры. Да, может быть, где-то есть небольшие неполадки сегодня. Да, может быть, где-то режим не соответствует. Но это все возможно, когда они тестово отработают уже эти светофоры. Соответственно, по фактической эксплуатации мы уже посмотрим, и как изменить этот режим. Вот, кстати, как привыкают люди к этим светофорам? Вы сказали, тестовый режим. То есть какое-то время людей приучают к тому, что здесь уже просто так не пройти, что здесь будет светофор, да? Пока идет привыкание. Совершенно верно. Вот сегодняшний день мы видим привыкание участников дорожного движения на пересечении Московского шоссе с набережной реки Лазури. У нас светофорный объект работает в тестовом режиме, как говорится, в желтом мигающем режиме. А, пока вот так, пока желтый мигающий. Чтобы участники дорожного движения привыкли к тому, что здесь будет в режиме работать светофор, в обычном режиме. Поэтому в какой-то период этот светофор будет работать. Игорь, вот относительно новых светофоров, которые устанавливаются, когда люди могут переходить на зеленый и через всю площадь, вот сейчас мы видим, вот так вот переходят, да? Это, опять же, это удобно. Есть какая-то статистика, что, да, благодаря этим светофорам аварийность снизилась? Ирина, ну я бы не сказал, что это нужно так переходить. Это наоборот, я скажу, что здесь так запрещено. Но с учетом того, что у нас на протяжении последних лет на дорогах города Твери фиксировалось непредоставление преимущества водителям транспортных средств, поворачивающим направо. То есть водитель движется, поворачивает направо, у пешехода горит зеленый сигнал, он ему не уступает дорогу, и на него совершается наезд. Таких ДТП было достаточно много на протяжении 19-18-го годов. И нами совместно с администрацией города Твери было принято решение о выделении отдельной фазы для движения пешеходов. То есть пешеходы все идут в одной фазе, через все проезжие части. Мы принципиально возражаем против нарисовать разметку по диагонали, потому что в случае неработающего светофорного объекта будет у нас полный хаос. Ну, бывают всякие чрезвычайные происшествия. Ну, бывают у нас в городе... Поэтому мы пешеходы... А люди пойдут вот так вот через площадь, да? Да, люди пойдут через площадь. Когда все работает в режиме, как бы... Это мы наблюдаем такую картину, что люди идут по диагонали, как бы на безопасности дорожного движения это сильно не сказывается. Но разметка, горизонтальная разметка «Зебра», она нанесена у нас в границах перекрестков. Поэтому вот такая вот... Игорь, вы сказали, что вы возражаете. То есть были такие предложения, да? Да, предложения были. Более того, в других городах такие предложения уже реализованы. Но пока, я говорю по одной причине, что в случае отключения электроэнергии, каких-то выходов из строя светофорного объекта, у нас будет хаотическое движение пешеходов. Поэтому вот здесь вот пока мы против. Ага. У меня вопрос к Вячеславу. Вячеслав, скажите, пожалуйста, насколько администрация города, ваш отдел непосредственно, который занимается вопросами безопасности дорожного движения, учитывает мнение горожан в той или иной ситуации? И вопрос, конечно, будет касаться у меня одного из очага аварийности. Это площадь Капашвара, которая висит вот таким большим знаком вопроса у многих горожан. Ну, к нам часто поступают, что касается установки новых светофоров, то в первые дни, в первые недели к нам поступают очень много жалоб от участников движения, от пешеходов, кто непосредственно пешком передвигается по улицам, и кто ездит за рулем автомобиля на работу светофоров. Просто потому, что люди не привыкли? Или как-то что жалуются? Люди не привыкли жалуются на то, что очень долго приходится стоять, ждать, пока красный горит свет, допустим, что недостаточный режим зеленого света. Ну, в связи с этим в первые недели, в первые 2-3 недели, наш сотрудник непосредственно на новом светофорном объекте находится с утра до вечера и определяет наиболее рациональный режим работы светофорного объекта. Рациональный — это сколько горит зеленый, сколько горит красный, да, по времени? Да, сколько горит зеленый, сколько горит красный, чтобы сократить заторовую ситуацию. Вот, кстати, существуют ли какие-либо стандарты по, что называется, зеленым и красным огонькам? Потому что я знаю, что на некоторых дорогах тот же самый зеленый, во всяком случае, несколько лет назад, горел столь мало, что пожилой человек перейти дорогу физически просто не мог. Ирина, ну, я отвечу на этот вопрос. Знаете, у нас определенного стандарта как такового нет, как рассчитывается режим работы светофорного объекта. Но для пешеходов есть какая-то универсальная формула, которая у нас принята научными исследованиями. То есть это ширина проезжей части, которую мы учитываем, через сколько полос лежения, мы учитываем среднюю скорость пешехода. Но при этом, на что хочу обратить внимание, средняя скорость пешехода, она берется для пешеходов в возрастной категории от 20 до 60 лет. Это средняя скорость. Свыше 60 лет мы прекрасно понимаем, и это доказано, что скорость пешехода уменьшается, и пешеходу требуется больше времени для перехода через проезжую часть дороги. Да, особенно если человек с палочкой передвигается или как-то совсем плохо ходит с больной. Да, поэтому вот для этих пешеходов, конечно, необходимо увеличивать у нас режим зеленого. Но мы не можем это сделать по причине того, что водитель ПДД, согласно ПДД, должен уступить дорогу пешеходам, которые заканчивают переход проезжей части. И, соответственно, это послужит затруднением в движении транспортных средств, если мы сильно увеличим зеленую секцию сигнала светофора. Но в период расчета нами также по научным исследованиям принимаются такие критерии, как время реакции пешехода на зеленый сигнал, светофор. То есть пешеход должен иметь какое-то время для того, чтобы он увидел, что зеленый загорелся. Да, сообразить. Да, как правило, это две секунды дается. Но, учитывая еще один критерий, это расстояние между пешеходами при переходе проезжей части. Понятно, что пешеходов бывает на разных пешеходных переходах скапливается разное количество. И если это достаточно много пешеходов по этому пешеходу, нами, как правило, добавляется 5-7 секунд при расчете дополнительно. То есть пешеход идет, за ним другой пешеход, и это же тоже занимает время. Поэтому вот здесь вот я бы хотел обратить внимание участников дорожного движения, что не всегда у нас вот зеленый сигнал там соответствует вашим предпочтениям. Но если действительно где-то мало, где-то необходимо дополнительно рассмотреть, мы готовы это рассмотреть совместно с администрацией города Твери. Конкретные случаи, где увеличить зеленый сигнал. Поэтому вы можете обращаться как в администрацию города Твери, так и в госавтоинспекцию, официальный сайт www.gibdd.ru, где все принимаются обращения. Вообще это очень важное такое дополнение. Я рекомендую обратить на эти слова внимание, чтобы как бы обратная связь обязательно была между участниками дорожного движения и сотрудниками ГИБДД. Я хотела еще вернуться к Вячеславу относительно того, что вы же сказали, что и администрация города тоже просчитывает, и тоже стоит как бы с таймером и смотрит, как организовано на светофорах. Допустим, как сейчас повлияла вот эта ваша работа, совместная работа, на безопасность той же площади Капашвара? Потому что всегда были большие проблемы. Ну, сейчас про площадь Капашвара еще рано говорить, потому что относительно недавно произвели модернизацию светофорного объекта на этом участке. Пока аварийности вот на протяжении последнего месяца мы не наблюдали на этом участке уличной дорожной сети. Вячеслав, там установлены именно вот такие светофоры нового типа, да? Да. Ага. Что касается установки знаков дорожного движения и ограждений, о которых мы тоже часто говорили, что они необходимы, чтобы люди не выбегали в неположенных местах и попадали под машину? В этом году и в следующем году мы планируем установить порядка 4 километров новых дорожных ограждений, но это не всегда будут объекты, где мы будем непосредственно устанавливать. Мы будем производить замену уже ограждений, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, ржавые. Да, уже время прошло, да, с первой установки. Да, если люди могли уже наблюдать картину в городе, мы срезали буквально в августе-сентябре месяце, демонтировали ограждения на проспекте Калинин, на проспекте Чайковского. Планируем в следующем году устанавливать на этих объектах уличной дорожной сети новые ограждения. Что касается установки новых ограждений на новых объектах, то в первую очередь они будут устанавливаться возле общеобразовательных учреждений на пешеходных переходах по 50 метров в каждую сторону от пешеходного перехода, что требуют нормативные документы. Очень много, конечно, нареканий со стороны жителей по поводу вида этих ограждений, но хочется отметить... Но сейчас уже, извините, мне кажется, что в такой ситуации главное пока жизнь и здоровье человека. Ну, конечно, да. Но, опять же, неспроста, так скажем, подобран вид этого ограждения, форма его. В первую очередь это ограждение служит для того, чтобы при наезде автомобиля на это ограждение ограждение приняло на себя инерцию удара автомобиля. И, опять же, много жалоб, нареканий поступают по этим ограждениям. Но сколько было случаев, допустим, эти ограждения находились... Спасали, допустим, водителя от удара в столб, например, при ДТП, при наезде на тротуар автомобиля. Конечно, оно не спасет, допустим, от летящей фуры на полной скорости. Но, тем не менее... Ситуации, к сожалению, да, на дороге-то бывают разные, но в большинстве случаев оно играет, выполняет свою функцию. Да, играет, выполняет свою роль. Скажите, Игорь, относительно наездов, мы уж, коль, стали говорить, реально спасают ограждение, сейчас Вячеслав сказал, вот относительно статистики ЕБД. И что у нас с наездами на пешеходов? Что касается ограждений, конечно, как Вячеслав сказал, на большой скорости, если движется транспортное средство, пешеходу это ограждение, конечно, может нанести последствия достаточно серьезные. Но если эта скорость небольшая, тогда, соответственно, вероятность нанесения и получения тяжелых последствий пешехода снижается. Что касается общей статистики, которую мы наблюдаем и которая произошла у нас на территории областного центра. У нас всего наездов на пешеходов на территории города Твери по сегодняшний день совершено 149 ДТП, в которых 11 человек погибло и 146 получили ранения различной степени тяжести. На пешеходных переходах, я скажу отдельно, зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибло и 75 получили ранения. Это пешеходные переходы? Да, это на пешеходных переходах. Если касаться отдельно регулируемых, нерегулируемых, я сразу скажу, по регулируемым пешеходным переходам у нас произошло 19 ДТП, в которых 3 человека погибло и 17 получили ранения. А на нерегулируемых пешеходных переходах произошло 56 ДТП, в которых 3 человека также погибло и 58 получили ранения. Нерегулируемые там, где нет светофора? Поэтому, ну, конечно, нерегулируемых у нас гораздо больше, чем регулируемых, но, тем не менее, статистика вот такая вот у нас достаточно плачевная. Хотя, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мы отмечаем снижение на пешеходных переходах ДТП. Вячеслав, что планируется в новом году или, возможно, к концу этого года, хотя осталось уже немного времени? Вообще, светофоры-то дорогое удовольствие? Светофоры достаточно дорогое удовольствие. Обустройство одного светофорного объекта стоит порядка, ну, около миллиона рублей. Миллиона рублей? Это что нам нужно, где будете устанавливать? Это деньги? Да, ну, я хотел сказать, что светофорный объект – это не один светофор. То есть, там, четыре минимума. Ну, да-да-да, чтобы обустроить один период. То есть, это, так скажем, несколько устройств. Да, то есть, ну, стоит около, да, от 700 до миллиона двести примерно вот так. Так, что у нас планируется, чего ждать с горожаном? В следующем году нами рассматривается вопрос об устройстве светофорного объекта на Московском шоссе возле Чикенхауса, при повороте на деревню Власева и на Бурашевском шоссе, на пересечении Бурашевского шоссе и улицы Линейной. Это объекты, на которых мы рассматриваем в первую очередь установку светофоров. Относительно взаимодействия, насколько конструктивна Ваша работа сотрудников ГИБДД и администрации города? Потому что это только Ваша работа должна быть совместно найти на пользу горожанам. В этом плане мы с сотрудниками ГИБДД непосредственно решаем вопрос об установке светофоров. То есть выбираем место, определяем объекты, также определяем объекты, где устанавливают ограждения, другие какие-то элементы автомобильных дорог, которые влияют на безопасность участников дорожного движения. То есть у нас очень плотное сотрудничество. Куда звонить вам? Да, куда звонить, по какому телефону в администрацию города могут позвонить жители Твери? В администрацию города, если какие-то жалобы, нарекания, пожелания, просьба обращаться по телефону 357370, это телефон отдела содержания. То есть это по всем вопросам, начиная от уборки города, качества, каких-то замечаний, заканчивая безопасным дорожным движением. В принципе, по всем вопросам. Игорь, итак, а в ГИБДД это общий телефон 02? Да, общий телефон у нас 02. И в завершении программы я хотел бы еще раз обратиться к водителям и пешеходам, неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения. От этого напрямую зависит ваша жизнь и здоровье. Спасибо огромное. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях были Игорь Новожилов, заместитель начальника отдела ГИБДД МВД России по Тверской области, и Вячеслав Конопатов, заместитель начальника отдела содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения администрации города Твери. Спасибо. Будьте здоровы. До свидания. Будьте здоровы. До свидания. Будьте здоровы. До свидания.